На огромном плато на севере Новой Зеландии раскинулся природный парк Тангарира. Здесь предлагают испытать очень необычные ощущения. Туризм и занятия горнолыжным спортом практически на склонах вулканов. Вулканы Нгаурухуэ, Руапеху, Тангарира, покрытые шапками снега, главная достопримечательность парка, причем все три действующие. Самая высокая гора среди них – Руапеху. Ее высота 2797 метров. Название переводится как «Гремящая бездна». Правда, в последнее время эта бездна спит. И в то время, пока вулкан дремлет, в самом кратере находится Гоячее озеро. Вода в нем теплая, но берега покрыты льдом и снегом. Зимой даже находятся смельчаки, которые отваживаются поплавать в нем. Именно отваживаются, ведь вода без предупреждения может вскипеть. Руапеху иногда просыпается, и тогда озеро испаряется. Впрочем, таких озер в Тангарира довольно много. Подобные водоемы образуются в результате перокластических взрывов. То есть сначала происходит извержение вулкана. После взрыва остаются котловины, которые постепенно заполняются водой и затем превращаются в красивые высокогорные озера. Тангарира считается самым активным комплексом вулканов на планете. С 1839 года было зарегистрировано более 70 извержений. Последнее произошло в 1975 году. В 1987 в Тангарира был организован природоохранный парк. Эти земли подарила Новой Зеландии племя Нгати Туваритоа. Они поставили только одно условие. Земля не может использоваться с коммерческой целью. Только природа охранная. Рядом с Руапеху расположился другой вулкан Тангарира. Он самый старый и наименее активный. Зато на его северных склонах бьют горячие источники – киты-тахи. А вот третий вулкан Нгаурухуэ – самый активный во всей Новой Зеландии. Во время сильных извержений в 1949 и 1954 годах он выбрасывал из своих недр раскаленные глыбы размером с одноэтажный дом. Возможно, благодаря этому здесь до сих пор живет редкая ночная птица без крыльев и хвоста, но с длинным клювом – северной киви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok